Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин В 1844 году Салтыков-Щедрин поступил на службу в военное министерство, в эти годы и начал писать. В журнале «Отечественные записки» публикуются первые его повести «Запутанное дело и противоречия», в которых автор заявил себя решительным противником социального неравенства и защитником униженных и оскорбленных. Содержащиеся в них острое наблюдение над современной действительностью привлекли внимание властей. Весной 1848 года писатель уволен со службы и откомандирован в город Вятку, где провел 8 лет. Прошел все ступени тогдашней чиновничьей лестницы, от переписчика бумаг до советника губернского правления. Постоянно вел памятные записки, которые позже использовал как основу для своих произведений. В ноябре 1855 года закончился срок его ссылки. В этом же году он женился на дочери вятского губернатора Елизавете Болтиной и вместе с ней вернулся в Петербург. В браке у них родились дети – дочь Елизавета и сын Константин. В Петербурге Михаил Евграфович поступил на службу в Министерство внутренних дел и возобновил свою литературную деятельность. После публикации губернских очерков в 1856 году о Салтыкове-Щедрине заговорила вся Россия. Став знаменитым писателем, продолжил служебную деятельность. Был вице-губернатором в Рязани и Твери, председателем казенной палаты в Пензе, Туле и Рязани. Находясь на этих должностях, старался, насколько позволяли условия, гуманно относиться к простым людям. Беспощадно увольнялся от службы взяточников и воров, возбуждал судебные дела против нарушающих законы помещиков. В 1862 году вышел в отставку и работал редактором журнала «Современник». Затем снова поступил на службу. Частые переезды мешали ему сосредоточиться на литературном творчестве. Но, тем не менее, он продолжил писать сатирические очерки, которые регулярно печатали в журнале «Отечественные записки». В течение последующих 20 лет писатель создал сатирическую энциклопедию русской жизни. Очерки, письма о провинции, признаки времени, письма к тетеньке, дневник провинциала в Петербурге. Одно из его крупных произведений – сатирический роман «История одного города», где за ироническим гротеском невероятной истории вымышленного города Глупого сокрыта вполне реальная российская провинция – провинция казнократства и низкопоклонничества. Писатель работал над романами «Господа Головлёва», «Современная идиллия» и новыми очерками, посвященными жизни в европейских странах. В последние годы жизни писатель создал свои шедевры – автобиографический роман «Пашихонская старина. Мелочи жизни». Наиболее интересными, безусловно, остаются сказки Салтыкова-Щедрина, наполненные сатирой и увлекательными сюжетами сказки «Премудрый пескарь», «Бедный волк», «Карась идеалист», «Баран непомнящий» и другие нравятся и детям, и взрослым. Необычные произведения отличаются яркими иносказательными образами, многообразием тематик, мудрым содержанием. Отрывок из сказки «Пропала совесть». Пропала совесть. По-старому толпились люди на улицах и в театрах, по-старому они то догоняли, то перегоняли друг друга, по-старому суетились и ловили на лету куски. И никто не догадывался, что чего-то вдруг стало недоставать, и что в общем жизненном оркестре перестала играть какая-то дудка. Многие начали даже чувствовать себя бодрее и свободнее, легче сделался ход человека. Ловчее стало подставлять ближнему ногу, удобнее льстить, присмыкаться, обманывать, наушничать и клеветать. Всякую болезнь вдруг как рукой сняло. Люди не шли, а как будто неслись. Ничто не огорчало их, ничто не заставляло задуматься. И настоящее, и будущее все, казалось, так и отдавалось им руки, им, счастливцам, не заметившим пропажа совести. Совесть пропала вдруг, почти мгновенно. А бедная совесть лежала между тем на дороге, истерзанная, оплеванная, затоптанная ногами пешеходов. Всякий швырял ее, как негодную ветошь, подальше от себя. Всякий удивлялся, каким образом в благоустроенном городе и на самом бойком месте может валяться такое вопиющее безобразие. Шаталась бедная изгнанная совесть по белому свету, и перебывала она у многих тысяч людей. Но никто не хотел ее приютить, а всякий, напротив того, только о том думал, как бы отделаться от нее, и хоть бы обманом дозбыть срок. Отыскал какое-то мещанинешко маленькое русское дитя, растворил его сердце чистое и схоронил в нем совесть. Растет маленькое дитя, а вместе с ним растет в нем и совесть. И будет маленькое дитя большим человеком, и будет в нем большая совесть. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин скончался 10 мая 1889 года и похоронен на Волковском главище в Петербурге. Умирая, он написал своему сыну «Паче всего люби родную литературу и знания литератора, предпочитай всякому другому». В историю Салтыков-Щедрин вошел как выдающаяся личность XIX века, на счету которого огромное количество рассказов, очерков, романов, хроник, комедий. Произведения Салтыкова-Щедрина и сегодня по-прежнему актуальны за остроту и яркость характеристик, глубокое знание жизни и беспощадность сатиры, за стремление противостоять жестокости и античеловечности, глупости, лжи, лицемерию во всех видах. Продолжение следует...